Дорогие коллеги, мы начинаем наш вебинар, заключительный вебинар этой европейской недели. Пожалуйста, поставьте плюс, если меня хорошо слышно и видно. Мы уже проверяли с вами связь, но можно еще разок. Прекрасно. У нас сегодня очень богатая тема. Я представлюсь, для тех, кто не знает, меня зовут Анна Вчеленко, я руководитель направления «Франция премия» в премию в компании «Погруб». И сегодня у нас с вами «Франция», «Прованс», «Корсика», «Биориц». Самое, наверное, сладкое и вкусное у нас на конечный день. И буквально на днях я на глаза попала стихотворение. Оно очень простое, да, но я решила вам его прочитать, оно в тему. Немало мест есть на планете, где энергетика сильна. Но только Франция, как Сити, способна всех ловить одна. Она вас ждет, она вам рада. В любое время, в день любой, там побывать всегда от рада, там отдых сердцем и душой. Бокал вином сухим наполнить и наблюдать движение волн. И Микси сладостно заполнить, чтоб он потом пробрался в сон. Мне показалось очень в тему, потому что сегодня мы будем говорить о самых красивых местах. И о море, и о великолепных экскурсиях. И целых пять человек примет участие, пять экспертов, совершенно замечательных, уникальных, в знакомстве вас с этими изумительными местами. И программа нашей сегодня работы вот такая. Я расскажу очень кратко о турах по Франции в летнем сезоне, которые у нас опубликованы на сайте. Также будут туры в мини-группах по Провансу, представленные нашей замечательной коллегой Арины Курнон. Чуть дальше будут слайды презентационные именно спикеров. Далее будут экскурсии из Марселя. То есть мы с Провансом не ушли. И затем мы с вами перемещаемся в Акританию, в Страву Басков. И наш гид Наталья Дико представит экскурсии везде Арица. И далее будет очень подробная презентация о Корсике от двух наших экспертов. От Светланы Вороновой и Елены Роберт, которые являются представителем на Корсике компании Покрун. Ну что ж, туры, которые есть на сайте на летний сезон. Они подтягиваются в онлайне. Прежде всего, так как это летний сезон, это будет отдых на море. Он будет состоять из отелей, которые в реальном времени, прям динамические цены подтягиваются. Система, к ним добавляются трансферы из ближайших аэропортов, прилетов. Если это Канны, то будет прилет в аэропорт Ниццы, и оттуда будет подтягиваться трансфер. И али-билеты, опять же, из системы, то есть реально, что есть на тот момент. Внизу строчка экскурсии единицы Канны Антип, это то, что есть на сайте, и можно подбирать просто отдельно, как экскурсии, а также опционально они подтягиваются в эти программы. Как видите, мы не только предлагаем Лазурный берег, мы также предлагаем Нормандию, Далиль, Трубиль, Амфлор. Эти варианты вы можете найти в онлайне. Далее сити-туры. Сити-туры по всем провинциям Франции. Там также точно такой же пакет. Отель, трансфер и авиа. Вы видите, да, есть курорты, например, такие как Лиши, где нет моды, но есть термальные источники, и туда можно также бронировать летний отдых. Ну и наша коллекция индивидуальных туров, о которых я более подробно рассказывала вчера в нашем первом вебинаре «Париж-Киснейленд» и нашей возможности, пополняется новыми двумя великолепными турами «Талавандовый тур» и «Прованс во всей красе». Но в отличие от тех туров, которые представлены в коллекции, эти туры начинаются не ежедневно, а есть фиксированные даты заезда. Обратите, пожалуйста, внимание. Они очень легко находятся в онлайне у нас. Если вы заходите, выбираете страну Франции, экскурсионные туры, город Авеньон, и там подбираются туры, лавандовый тур и «Талаванд» со всей красе. Ну и, я бы сказала, сенсация, потому что мы возвращаемся к нашим любимым турам мини-группы по юнам Франции. И первый вот такой у нас пик уанер – это лавандовый тур 25 июня и «Прованс во всей красе». Вот эти даты, которые вы видите, и слово для более внимательного знакомства с этими программами я предоставляю нашей любимой очень-очень многолетнему партнеру, лицензированному гиду-специалисту линейки-густаций Марине Фурнон. Марина, ждем тебя в эфире. Добрый день, коллеги. От меня видно, слышно? Прекрасно. Слышно и видно. Да, очень рада к вам присоединиться. Действительно, после всех таких небольших потрясений и реорганизаций в нашей отрасли, конечно, вдвойне приятно снова выступить на профессиональной аудитории и рассказать о турах в Прованс, которые я знаю не понаслышке. Я сама живу в Провансе почти 30 лет и в различных ипостасях здесь выступала. Сейчас работаю как лицензированный гид-водитель, экскурсовод и организатор новых туров на лето 2024 года, туры в Прованс. Давайте сначала немножко сформулируем, что же такое Прованс и в чем интерес того, что действительно этот регион заслуживает особого внимания. Я нисколько не умоляю интерес и вообще самобытность других регионов Франции, но Прованс, с моей точки зрения, действительно хорош, так как здесь сочетание идеальное. И баланс между культурной составляющей исторической, это самобытная историческая область, которая сохранила традиции вплоть до своего собственного языка, очень интересная гастрономическая составляющая, виноделие. И на самом деле действительно Прованс, он является таким вот райским уголком во Франции, где можно и увидеть и культуру, и историю, и что-то вкусное продегустировать, съездить на море и так далее. То есть стратегически это такое место, которое позволяет затем продолжить путешествие по Франции, и отправиться или в Париж, или на Лазурный берег, или на Корсику, или Биориц, раз у нас сегодня коллеги присутствуют тоже в этом вебинаре. Конечно же, это такой интересный этап, может быть, интересным этапом для продолжения путешествия по Франции далее. Прованс славится также, естественно, и своими такими живописными, очень интересными, небольшими селениями. Вообще вся красота Прованса, она в малых селениях. Узненькие улочки, живописные кафе, магазинчики, пейзажи, естественно, и пейзажи, которые вдохновили не одну плеяду известнейших художников. Я вот процитировала на своем слайде. Ван Гог, Сезанн, Гоген, Пикассо, но были и другие, и было их очень много, потому что действительно вот такая яркая палитра красок, она очень всегда привлекает художников, и это очень приятно показать нашим гостям. И, конечно же, никого не оставляют равнодушным прованские пейзажи. Как попасть в Прованс? Ну вот я сегодня буду рассказывать непосредственно о новом продукте. Это, как сказала Анна, сенсация на туристическом рынке. Мы возвращаемся к организованному туризму. Пока только в мини-группах, конечно, это будут очень небольшие группки. Но, тем не менее, логистика тура, она будет следующая. Сам тур начинается в городе Авеньоне и проживание на базе одного города, что, согласитесь, для наших путешественников довольно удобно, потому что не нужно собирать, разбирать чемоданы, и, соответственно, будет возможность с комфортом вечером отдохнуть, выйти в ресторан. Изобилие ресторанов в Авеньоне также присутствует. И, конечно же, то, что они живут в одном городе, это большой-большой плюс. И дальше по, собственно говоря, радиальной системе, радиусной системе мы будем организовывать выезды. Причем Авеньон выбран не случайно, потому что в радиусе 30-40 километров находятся абсолютно все достопримечательности, заслуживающие внимания в этом регионе. Поэтому переезды даже на экскурсиях, они будут незначительные, так как действительно, ну, это возьмите себе на заметку, в любом случае Авеньон является тем местом размещения для наших гостей, которое было удобно для посещения этого региона. Пять ночей в одном городе, и сам тур начинается на железнодорожном вокзале Авеньона. И как раз трансферы уже из вокзала до отеля, они включены. Если же нужно приехать сразу авиаперелетом в Прованс, то это, конечно, ближайший аэропорт города Марселя. Но рассматриваются другие различные комбинации. Это может быть сначала отдых на Лазурном побережье, потом на поезде они переезжают в Авеньон. Или же они посетили сначала Париж, потом они садятся на поезд, скоростной поезд, опять же, около трех часов идет до города Авеньона. То есть точка сбора туристов – это, конечно, город Авеньон. Я прописала по количеству времени, занимающей на вокзал, на железнодорожные переезды. Из Парижа, из Ниццы – это фактически одинаковое время, три часа, аэропорт Марселя. Можно доехать на поезде, это тоже не возбраняется для самостоятельных путешественников. Или же заказать трансфер индивидуальный из аэропорта Марселя. В любом случае на машине переезд около часа, на поезде около полутора часов. Учитывая то, что из аэропорта Марселя идут бесплатные шаттлы до ближайшей станции города Витроль, возможно, я немножко ошиблась, потому что недавно совсем они стали платными, но стоит там 50, можно оплачивать или наличными, или уже банковская карта у самого водителя. Вот, и если же туристы у нас были в Марселе предварительно, то между Марселем и Авеньоном также каждые полчаса курсируют поезда, время в пути около часа. При бронировании необходимо учитывать, на какой вокзал вы хотите привезти туриста, потому что в Авеньоне два вокзала, один для скоростных поездов, это, конечно, сообщение из Парижа в основном, или же по скоростной ветке из города Марселя. А вот местечковые, типа электричек, поезда, например, если из центра города Марселя в центр города Авеньона, то, конечно, нужно выбирать тогда вокзал, который находится непосредственно в городе. Он так и называется, Авеньон-центр. Почему я обращаю внимание? Потому что гостиничная база, на которой у нас построены эти туры, она находится вся в пешей доступности от центрального вокзала в Авеньоне. И если туристы самостоятельные, им не нужно будет заказывать индивидуальное сопровождение, то они очень просто могут добраться с центрального вокзала пешком в течение 5-10 минут до своего отеля в центре города. То есть это очень важно. И в любом случае, и я сама, и Анна, мы всегда поможем и сориентируем вас по тому, как можно туристам будет самостоятельно добраться до гостиницы. Ну и, конечно же, индивидуальные трансферы мы предоставляем абсолютно любые. Из чего же состоит наш тур? Ну, вы поняли, что у нас проживание в одном городе, 5 ночей, включено 5 экскурсий, по 5,5, все, у нас счастливые числа. И трансферы железнодорожный вокзал Авеньон туда и обратно. Кстати, вокзал и центральный, и для скоростных поездов, не важно какой вокзал. Дополнительно можно будет добавить в этот тур еще три экскурсии. Ну и, соответственно, индивидуальные трансферы в зависимости от логистики ваших клиентов. То есть тур собран компактно, пять ночей, четыре дня насыщенных визитов. И, собственно говоря, это дает представление о живописности, о культуре, о гастрономии и виноделии Франции. Здесь прописаны на этом слайде отели списком как раз вот те, которые мы рекомендуем для проживания для этих туров. Потому что сбор у нас идет участников тура в одном месте, центральном тоже, которое очень просто найти в городе. И для того, чтобы было им комфортно добраться пешком до этого места сбора, там, видите, первая колоночка у меня от двух до пяти минут пешком до места встречи. И чуть подальше от десяти до пятнадцати минут. Рассматриваются другие варианты, более удаленные, но нужен будет общественный транспорт. Это уже осложняет логистику. Поэтому, конечно, лучше придерживаться вот этих основных отелей или же проконсультироваться дополнительно уже для того, чтобы мы вам сказали, сколько времени понадобится для пройти пешком, чтобы выйти на место встречи по началу тура. Ну и давайте теперь посмотрим, из чего же состоит сам тур, наполняющий экскурсионные этого тура. Ну, первое, конечно, так как мы живем в Авеньоне, это обзорная экскурсия по Авеньону. Авеньон, он известен тем, что в XIV веке здесь находился папский двор, который переехал из Ватикана почти на 80 лет в этот город. И, конечно, вся история и красоты архитектурные этого города, они непосредственно связаны с пребыванием папского двора. Большая часть, а в том числе и папский дворец, который является самым большим готическим замком в мире, он охраняется ЮНЕСКО, и сам центр города Авеньона, он тоже охраняется ЮНЕСКО. Поэтому этот город с точки зрения интереса туристического очень и очень высок по уровню, и, безусловно, не посетить основные достопримечательности этого города было бы непростительно. Мы осматриваем, естественно, площадь папского дворца, собор XII века, находящийся рядом. Очень красивые виды. Вот как раз на фотографии представлен вид со смотровой площадки, на которую мы также попадаем в ходе этой экскурсии, и как раз вид на вот этот знаменитый Авеньонский мост. Возможно, кто учил французский язык в школе, абсолютно все в России поют эту песенку. На Авеньонском мосту все танцуют, все танцуют. Вот именно так выглядит этот мост. Поэтому начинается тур с обзорной экскурсии по Авеньону, и затем вторая половина дня посвящена уже немного другой стороне Прованса. Прежде всего, это виноделие, так как это продолжение темы папского периода в Авеньоне. У них основное было место деятельности проживания Авеньон, но была и также летняя резиденция, это Шато-Нойф-Дю-Пап. И именно в этой летней резиденции Папы Римские стали возделывать виноградную лозу, и прежде всего для того, чтобы использовать вино в литургических целях. Но стихонько Шато-Нойф-Дю-Пап становится очень важным винодельческим центром, и предлагается как раз в рамках туры поездка в Шато-Нойф-Дю-Пап. И мы осматриваем руины папского замка. Это вот та летняя резиденция папского двора, которая находилась. Кстати, она дошла до нас в очень хорошем состоянии, фактически до Второй мировой войны. И вот уже только во Вторую мировую войну она очень сильно пострадала, поэтому остались руины этого замка, но тем не менее они подреставрированы. Очень интересно их посетить, эффектно выглядит, очень зрелищно среди виноградников. И после прогулки по руинам папского замка и средневековой деревушки мы посещаем винное хозяйство, причем посещение подробное, и весь процесс производства можно будет посмотреть, спуститься в прекрасные погреба и посмотреть, как вино зреет в бочках. И затем предлагается дегустация Шато-Нойф-Дю-Пап. Обычно три вина, но иногда виноделы, у них и время есть, им приятно поговорить, поболтать, они могут предложить и больше. Но минимум три вина мы дегустируем. А вторая часть этой экскурсии посвящена также уникальнейшему памятнику ЮНЕСКО. Это Гарский мост, вот он здесь также на фотографии изображен. Гарский мост, ему 2000 лет построен, он еще древними римлянами, которые завоевали территорию, фактически всю южную часть Франции. И этот памятник, он даже представлен на купюре в 5 евро и на обороте, так как является национальной эмблемой Франции. То есть это тоже памятник, он обязательно входит в такое, знаете, знаковые места Прованса. Он, несмотря на то, что немножко я тут лукавлю, потому что Гарский мост, он находится на другом берегу от реки Роны, то есть это уже другой департамент. Но традиционно мы его включаем в маршрут по Прованс. Вот такая интересная экскурсия, она яркая. Мы видим знаковые места и дегустируем всемирно известные вина Шатановь-Дюпап. Второй день у нас посещение самого папского дворца. При этом папский дворец, как я вам сказала, это самый большой готический замок, и в нем находятся уникальнейшие фрески XIV века в очень хорошем состоянии. Только ради этих фресок стоит туда пойти. Поэтому два часа мы посвящаем экскурсии по папскому дворцу, а вторая половина дня у нас посвящена экскурсия выездной. Вот, кстати, сразу скажу тоже про формат экскурсий выездных. Эти все экскурсии проводятся с гидом-водителем, то есть гид-водитель в одном лице. Не нужно этого пугаться, потому что, как я вам сказала, у нас очень маленькие переезды, это фактически 30 километров, в исключительных случаях, в некоторых случаях чуть больше. Объясню сейчас почему. И далее машина остается на парковке, и гид уже идет полноценно, рассказывает по маршруту весь материал. На проездах комментарии также даются. Единственное, что, конечно, приоритет это для... уделяется безопасности на дорогах, поэтому, конечно, гид-водитель, вот я в том числе, не могу говорить постоянно, если есть какие-то ситуации дорожные, которые являются приоритетными, то, конечно же, комментарий полностью в течение всего переезда 30 километров не будет. Но от этого не уменьшается такое качество экскурсии, потому что небольшой переезд – это раз, а потом, в любом случае, в пешеходном формате уже довольно подробно, обстоятельно рассказывается о всех необходимых моментах. И вот «Лавандовый Прованс» 5 часов – это экскурсия, она у нас связана с периодом цветения лаванды, поэтому места, которые мы можем показать, они варьируются в зависимости от даты заезда. Традиционно, мы считаем, в Провансе лаванда у нас цветет с конца июня, вот у нас как раз первый заезд 25 июня планируется по этим турам, они, туристы, попадут как раз вот на этот период начала цветения, такого яркого, и уже фактически к концу июня начинается интенсивный сбор урожая. То есть лаванда, она цветет 3 недели всего-навсего, и за этот период нужно поймать тот момент, в который нужно собрать ее. Поэтому мы тоже ловим момент, какие поля можно показать. Это не так просто, но принцип действия такой, что чем выше на плоскогорье находятся лавандовые поля, тем, соответственно, они позднее цветут и позднее собирается урожай. Поэтому вариация, какие именно, в какой местности лавандовые поля мы показываем, мы можем сказать только фактически там накануне этой экскурсии, потому что мы прозваниваем лавандовое хозяйство, узнаем, что там и как у вас стоит со сбором урожая, и, соответственно, поэтому в ходе этой экскурсии, именно лавандовый, километраж может быть разной проезда. То есть самые ближайшие поля от Авиньона, это, конечно, тут 30 километров, и мы на месте. Но если нужно будет подняться подальше на плоскогорье, например, СО, где лаванда цветет, самая поздняя лаванда, это вот как раз на плоскогорье СО, это примерно в часе, час 10, может быть, езды от Авиньона. Это все-таки еще тоже допустимо, потому что экскурсия 5 часов у нас, час туда, час обратно, и 3 часа на месте для того, чтобы насладиться вот этими красотами. И плоскогорье, конечно, нам дает то, что очень красивый рельеф местности, и, соответственно, мы можем показать очень красиво и эффектно вот такое явление Прованса, как цветение лаванды. Сразу скажу, что вот я там была пару-тройку дней назад, как раз на плоскогорье СО, фермеры меня уверили, что даже, возможно, заезд следующий, который у нас планируется 20 июля, по звонку, безусловно, поэтому я говорю, что мы можем сказать только накануне вот этой экскурсии, сможем ли бы показать лавандовые поля в том или ином месте, и собрали уже лаванду или нет, но, скорее всего, даже 20 июля заезд мы сможем свозить вот именно на плоскогорье СО и полюбоваться лавандовыми полями. Из чего состоит сама экскурсия? Ну, во-первых, это многочисленные остановки среди полей для фотосессий просто-напросто. Это очень красиво. То есть при этом сочетание видов, оно может быть совершенно разное. Это может быть, вот как здесь чисто природа, какая-то лесистая часть поля лаванды, а может быть, например, лаванда, которая находится у подножья холма. На холме совершенно уникальный, красивейший городочек из малых селений, которые составляют как раз сам шарм Прованса. И вот такие могут быть панорамные виды, совершенно разные, и чисто ландшафтные, и городские, вот с такими интересными селениями Франции. Поэтому это первая составляющая. Поэтому мы проезжаем две специальные маршруты. Уже фермеры тоже понимают, что это очень нравится туристам, и поэтому проложены специальные лавандовые дороги, как они там называются. И по ним мы проезжаем, останавливаемся. Я рассказываю о самой лаванде, какая разница с лавандином, что можно сделать из этой лаванды. Историю вообще всего использования лаванды в мировых цивилизациях, учитывая, что еще в Древнем Египте, когда бальзамировали тела, использовали уже эфирные масла лаванды. То есть это вообще интереснейший, уникальнейший продукт, который можно использовать в очень различных сферах. Это первое. А второе, дальше мы посещаем лавандовую ферму. Если лаванда уже срезается, собирается урожай, то можно будет посмотреть вживую, как вырабатывается эфирное масло лаванды. Или же мы смотрим, как вообще сам процесс производства происходит. объясняем, как собирается лаванда, каким образом ее скашивают, какими инструментами и так далее. То есть вот такая емкая, очень красочная экскурсия, которая нам позволяет и нафотографироваться вдоволь, и посмотреть вообще, что из этой лаванды делают, в чем вся соль лаванды. Следующая экскурсия, она является взаимозаменяемой с лавандовой. То есть когда лаванда больше не цветет, и сбор урожая уже закончен, то тогда вместо лавандовой экскурсии ставятся экскурсии самые красивые селения Франции, тоже 5 часов. И мы едем в регион, в долину Люберон, на которой много-много-много разных холмиков. На каждом холмике деревушечка. Ну, исторически скажу, что таких деревушечек было порядка 500 в этой местности. Сейчас, конечно, ну и особенно не сейчас, а после того, как католики с гугенотами повоевали, эти деревушечки были почти все уничтожены. Сейчас порядка 50 осталось таких деревушек на холмиках. И из этих 50, 22 являются одними из самых красивых селений Франции. То есть есть такой титр, лейбл, который выдается французским малым селениям, которые являются вот какими-то, имеют изюминки, являются такими какими-то красивыми местами проживания. Им дается вот такой лейбл. Самое красивое селение Франции. И вот сосредоточения, они есть по всей Франции, но самое большое сосредоточение, это, конечно, в Провансе. Вот. И мы посещаем таких две деревушки. Вот на фотографии как раз изображено слева это город Горд с уникальной архитектурой. Он такой улиточкой поднимается к холмику, и холмик венчается замком XII века. А второй городок это город Руссион. Город Руссион находится прямо у кромки карьеров Охры. Его называют даже прованским Колорадом. И вот эти карьеры Охры, во-первых, они очень красивые. Мы тоже смотрим со смотровой площадки все вот эти природные красоты. И посещаем городочек сам Руссион, средневековый тоже. Все фасады этого города, они выкрашены в различнейшие оттенки Охры, которые могут быть от желтого до фиолетового. Поэтому, видите, на пригорочке такая горка домиков различных нюансов вот этого цвета Охры. Посещаем два таких селения и возвращаемся обратно в Виньон. На следующий день это дополнительная экскурсия. Там, где у меня стоит звездочка, это дополнительная экскурсия. Весь день посвящен краскам Прованса. Почему я назвала эту экскурсию именно краски Прованса? Потому что, как говорил Винцент Пан Гог, он здесь находился на лечении в Сен-Ремиде Провансе, проживал в Арле. Он как раз и сказал, что именно краски Прованса его возбудили, вдохновили его. Он стал писать те картины, которые мы с вами теперь знаем, Винцента Пан Гога. Они были фактически все написаны в Провансе. И вот как раз первая часть экскурсии посвящена посещению музея Ван Гога в Сен-Ремиде Прованс, в лечебнице, где он был на добровольном лечении. После того, как после ссоры с полем Гогена он себе отрезал мочку уха, все эту историю наверняка знают, он проходит вот это лечение в Сен-Ремиде Прованс. После этого мы едем на оливковую мельницу с дегустацией. Причем оливковая мельница историческое, очень интересное заведение, основанное еще в 17 веке. Это самая старая оливковая ферма во Франции в целом. Но, конечно, олива у нас в основном на юге производится. И это мельница, на которой она до сих пор работает и пользуется ее услугами для того, чтобы сделать свое собственное оливковое масло. Например, актер Жан Рено, принцесса Монако Стефания, Шарль Азнабур, когда он был жив. Очень многие-многие известные личности, они как раз вот здесь или покупают, или делают свое оливковое масло, так как у них есть свои оливковые рощи. После этого мы завершаем экскурсию в Лебоды Прованс, одно из самых красивых селений Франции. Там дается время на небольшой перекус. То есть, ну, в ресторан, конечно, во Франции вы знаете, что надо минимум полтора часа, чтобы поесть первый, второй десерт. Кофе попить – это минимум полтора часа. Поэтому, конечно, такого времени у нас нет. Но, тем не менее, полчаса на какие-то снеки мы даем, рекомендуем пару-тройку заведений. И дальше продолжение экскурсии в Лебоды Прованс, одно из самых красивых селений Франции, тоже находится на холмике. Посещается замок, очень интересный исторический замок. Он в руинированном состоянии, но с восстановленными элементами. Это целое фортификационное сооружение на скале, которое мы посещаем. Следующий день – это экскурсия в Ним. Ним – это совершенно другая сторона Прованса. Опять же, Лукаулю – это не совсем Прованс, это уже на другом берегу Роны, значит, что это другой департамент. Это уже департамент ГАР. Но, тем не менее, Ним является частью той истории завоевания Юлием Цезаря прованских земель. Поэтому мы не можем оторвать Ним, отдельно поставить его от Прованса, потому что исторически они очень-очень связаны. Ним – это знакомство с древнеримским наследием довольно подробное и совершенно уникальнейшее, потому что даже римляне и вообще итальянцы, они завидуют французам, что древнеримское наследие во Франции в более лучшем состоянии, чем в самой Италии. Вот как раз на фотографии мы видим арену Нима, это на самом деле колизей, чуть-чуть поменьше колизея римского, он в идеальнейшем состоянии находится. И поэтому, конечно, интерес посмотреть, вообще, как был устроен город при Увелиных, очень интересно. Также мы посещаем квадратный дом, так называемый, это храм императора Августа и источники с незапамятных времен, священные источники, находящиеся на территории этого города. То есть экскурсия очень интересная, она очень необычная. Ним стал настолько красивым, за последние буквально 7-8 лет преобразился и стал очень приятным, красивым, таким культурным городом. Великолепнейший музей открылся, как раз история римского наследия. То есть рекомендую действительно эту экскурсию, потому что она приносит плюс, скажем. У нас, конечно, Прованс, это и гастрономия, и виноделия, и красоты живописных серий, но это также древнеримская история, очень-очень присутствует в наших регионах. И после экскурсии в Ним, вот звездочку, кстати, тут забыла поставить, дополнительная экскурсия, так как Ним находится ближе уже к Средиземноморскому побережью, мы предлагаем устричный тур. Устричный тур – это поездка на побережье, на соленые озера, которые располагаются вдоль всего Средиземноморского участка, вот как раз на территории департамента, где находится город Ним, это департамент уже Лангидок, регион такой Лангидок, и мы едем на устричные хозяйства, они тянутся километрами-километрами вдоль побережья, на кораблике, мы прямо выплываем из города Бузиг и посещаем устричные хозяйства, смотрим, как расположены столы вот эти устричные, на столах висят веревочки, на каждой веревочке крепятся устрицы, корзинки висят, как происходит, у нас же нет приливов отливов Средиземноморья, вот если мы поедем в нормандские устричные хозяйства, там вот приливы, отливы и так далее, у них там все просто, у них природа им помогает, а как в Средиземноморских условиях, где отсутствуют приливы и отливы в таком необходимом, скажем так, масштабе, формате, каким образом средиземноморские фермеры придумали, каким образом им можно выращивать устрицы в этих условиях. Это очень интересно, каждый фермер, у него свой секрет, вот об этих секретах мы с вами поговорим, и потом там же на кораблике мы продегустируем эти устрицы, ну, обычно мы даем сет дегустационный, три устрички и бокал белого вина. На обратном пути останавливаемся на пляже для купания, ну, можно это сказать, скажем, на 90%, что мы это будем делать системно и регулярно, если только возникнет какой-то форс-мажор, то тогда будем уже на месте решать. Но вообще запланирована остановка на пляже для купания. Напоминаю, что у нас тура стартует 25 июня, заканчивается последний заезд 6 сентября, поэтому это самый-самый такой период для купания, и поэтому, конечно, я думаю, наши гости будут рады помочь, хотя бы помочить ножки. Поэтому вот этим заканчивается наш кур и дальше уже на следующее утро выезд из гостиницы и, соответственно, или трансфер на вокзал Авиньона для продолжения приключений, или же уже трансфер за дополнительную оплату в аэропорт Масселя и путь домой. На этом у меня все. Если есть вопросы, пишите. Я, кстати, пока могу поотвечать в письменном виде, и я думаю, в конце также мы сможем еще вернуться к вопросам каким-то. Смотри, там есть один вопрос. Разве устрицы едят летом? Их же, полагается, есть в месяц, в которых присутствует БОК Р. Ну, на самом деле, тут как бы это такой уже миф. Сейчас это правда, если это устрицы дикие. То есть они называются двуплоидные, да, ну это так научные термины. А у нас в устричных хозяйствах это устрицы, специально выведенные для выращивания. То есть они все треплоидные. Поэтому, когда треплоидная устрица, она, неважно, она в любом случае является нефертильной. Почему нельзя есть устрицы, когда нет буквы Р? Вот дикие устрицы. Потому что они размножаются в этот период, когда нет буквы Р в этом месяце. И в этот период размножения они невкусные просто-напросто. Поэтому их как бы не рекомендуют есть, но вы никакого удовольствия не получите. А если устрицы неразмножающиеся, то есть они были выведены специально для того, чтобы их выращивать, и они нефертильные, соответственно, их можно есть круглогодично. На вкус это абсолютно как бы не сказывается месяц с буквой Р или не с буквой Р. Потом уже приписали к этой службе Р, что вот Р – это зима, поэтому устрицы лучше, а без Р – это лето, поэтому устрицам жарко, они нефертильные. Это всё неправда. Так, я пытаюсь включить свою презентацию. Спасибо большое, Марин. Мы приглашаем сейчас подключиться Наталью Дикок с её презентацией. Наташа, мы очень много лет... И ещё я поблагодарю Марину. Спасибо, очень интересно. Ну, теперь уже следующий шаг до наших путей. Да, и это будет Акритания, это будет великолепный биоринц. И с нами на связи Наташа. Очень рада тебя видеть. Надеюсь, ты нас слышишь? Да, я слышу вас. Надеюсь, меня... Я прошу прощения, я поменяла много мест, но очень много солнца сегодня, и везде очень яркое солнце, и я никак не могу нигде спрятаться. Да, тебя слышу. Поэтому видимость не очень идеальная, но это... С другой стороны, это повод, в общем-то, приехать и увидеться лично. Это касается всех, а не тебя и всех, всех с удовольствием ждёт. Хорошо. Я постараюсь вкратце описать, потому что у меня нету готового тура. У нас туризм остаётся индивидуальным. Атлантическое побережье Франции это 750 километров вниз от Парижа. Поэтому отсюда, когда мы выезжаем в Париж, мы говорим, мы поднимаемся в Париж по-французски. То есть сейчас ходит скоростной поезд из Парижа, который идёт 4 часа и проходит через город Бордо, что позволяет, в принципе, тем туристам, которые хотят остановиться в Бордо, сделать остановку в Бордо, если они хотят провести там несколько дней или ночью. Далее от Бордо до Биорица 200 километров. И карту видно не очень хорошо, но Биорица находится внизу, находится на границе с Испанией, с северной Испании. И Атлантическое побережье Франции это часть, наша часть, то есть самая близкая граница с Испанией, это исторические земли басков. Потому что то население, коренное население, которое здесь жили, как бы ещё до римлян, и живут до сих пор, потому что баский язык – это живой язык, на нём до сих пор говорят. Вот, оно говорило, население говорило на баском языке с двух сторон Пиренеи, как бы, и со стороны северной, то есть со стороны Франции, и со стороны южной, со стороны Испании. Поэтому существует два понятия для туристов. Есть понятие исторических земель страны басков, и это и французская часть, и город Биорица, включая, так сказать, и испанская. Есть понятие страна басков, такое название региона, которое существует по ту сторону Пиренеи со стороны Испании, со столицы в городе Виктории-Гастейц и с городом Бильбао, в который сейчас удобнее всего прилетать. То есть, если туристы едут из Парижа, есть прямые рейсы в Биорица из аэропорта Шар-де-Голе и Орли, вот, есть поезд, который уйдёт 4 часа, или можно залететь со стороны, прилететь со стороны Испании. Сейчас этот путь туристы используют больше всего, потому что Бильбао хорошо связывается с Истамбулом. Турецкие авиалинии летают регулярно в Бильбао, и от Бильбао до Биорица 145 километров около 2 часов на машине, то есть или на такси. Что касается городов проживания, ну, естественно, город Биориц, он самый известный, известный своей русской эмиграцией, то есть русские любят Биориц, начали с 1856 года, первые туристы появились здесь в Биорице, у нас здесь есть русская православная церковь, то есть русский дух здесь, как бы, так сказать, живёт до сих пор. Город очень маленький, очень многие коллеги сравнивают нас с Лазурным берегом, у нас нельзя сравнить с Лазурным берегом, потому что город Биориц всего 11 квадратных километров, и в принципе, так сказать, отельная база по сравнению с Лазурным берегом у нас не такая большая, но у нас, так сказать, находится отель, который носил название просто отель Дюбале, это резиденция последнего императора Франции, Наполеона III, его супруги, Евгении де Монтиходу Ла Теба, которая была испанского происхождения, который был после продажи императрицы и переоборудован внутри, внутри, так сказать, резиденции, летней резиденции, был сделан пятизвёздочный отель. Несколько лет назад отель... Не переживайте, я не буду рассказывать про все отели Биорица, не переживайте. Несколько, так сказать, лет назад отель отдали в управление в системе Хаят, и сейчас отель входит в систему Хаят, это позволило городу сэкономить на управляющей конторе и в том числе, так сказать, подтянуть другую категорию клиентов, то есть тех любителей Хаят, тех членов клуба Хаят, которые путешествуют по всему миру, выбирают эти отели. Отель уникальный, это отель, считайте, музей, но представьте, если бы вы, например, жили в Версале, условно говоря, где жил Биудовик, то есть отель сам по себе уникален. Я не стала помещать фотографии, потому что в тот момент, когда ваши туристы ищут, так сказать, отель, естественно, сейчас открыты все сайты в интернете. В интернете вы можете увидеть, они все хорошо снимают, и видео, и я просто, так сказать, говорю, что отель пятизвездочный, расположен в историчном, на берегу океана, в центре города, и напротив, если вы видите на моей фотографии, русская православная церковь имени Александра Невского. И отель самое, что ни на есть, французская классика, французский, так сказать, настоящий люкс. Он входит в систему десяти отелей, которые, отели люкса Франции, которые были исторически известны. Идет большое движение по отелям. Вот Анна, я думаю, что помнит этот отель Регина пять звезд, который датируется, началом строительства 1907 год. Я два слова скажу про этот отель. Почему я про него говорю? Это для более, так сказать, молодых туристов, потому что отель был продан два года назад молодой, так сказать, финансовой группой, которая во всем мире открывает коктейльные бары. И их специализация, это не то, не просто отель, у них несколько, так сказать, ну, у них бары по всему миру, и несколько отелей они купили. В Париже, в Лондоне, и вот в Биорице. Отель называется Регина. И на фотографии, которая с правой стороны, на экране мы видим этот бар, систему, то есть сейчас очень модно во Франции коктейли, то есть различные коктейли, алкогольные, безалкогольные, карта коктейлей меняется, сменили они шефа, сменили декор, я вам вот стандартный номер сфотографировала во время последнего посещения. То есть это тоже пять звезд, но пять звезд для публики более энергичный, так сказать, более молодой, и отель расположен тоже недалеко от центра Биорица. Это что касается отельной базы в Биорице. Рядом с Биорицем находится второй город, который называется Англет, и там тоже произошло движение в отельной базе. Пятизвездочный отель, который был, назывался, называется до сих пор в Шато-Брандос. Находится он не на берегу океана, а на берегу озера. Был тоже продан, сделан был большой внутри ремонт, и там есть номера, которые плавают на этом озере. Приглашаю вас на сайт отеля посмотреть, наберите в интернете Шато-Брандос, посмотрите, это номера, такой эксклюзив, и отель тоже с хорошим рестораном, его много в Инстаграме рекламировали наши туристы этот отель. Город Англет является как бы продолжением города Биорица, он намного больше по площади, чуть дальше, так сказать, от центра исторического Биорица. Дальше город Сан-Жан-де-Люс в 15 километрах на юг в сторону Испании от Биорица. Город известен своим историческим прошлым, потому что именно здесь было венчание самого известного французского короля Людовика XIV с испанской инфантой Марией Терезией в этом городе. Город, если в профессиональном плане сказать, я его всегда советую туристам, людям, которые с детьми, потому что город Атлантика, у нас достаточно большие волны, у нас приливы и отливы, у нас, так сказать, не всегда спокойно купаться даже летом людям с детьми. Сан-Жан-де-Люс город в бухте, кроме того, бухты защищены волнорезами, и то есть купание на самом деле удобное, комфортное для тех семей, которые приезжают с детьми. Еще раз я повторяю, он в 15 километрах от Биорицы и где-то в 15 километрах от испанской границы. И последний город на границе, город Андай, там как бы достаточно много сейчас апартаментов, отелей, есть отель четырехзвездочный с центром Таласа Терапия, вот, потому что, что касается Таласа Терапии, понятно, что сезон у нас длится, в общем, экскурсионный сезон начинается, он практически начался уже сейчас, у нас в марте месяце, потому что атлантический климат характеризуется тем, что у нас не бывает очень жарко и не бывает очень холодно. То есть в прошлом году был очень интенсивный такой март и апрель месяц, было много туристов из Испании, что в Испании были очень, очень была жаркая весна, была до 40 градусов, у нас, в принципе, сейчас температура очень комфортная, вот сегодня 22-23 градуса, и поэтому туристический сезон в общем-то начинается где-то в апреле-май, но на майские праздники уже полный такой туристический сезон и заканчивается где-то в начале ноября. Что касается температуры воды для купания, потому что Биарет все равно остается как бы курортным городом, город, который был изначально построен для того, чтобы купаться, так сказать, принимать морские ванны, это, как говорили, в 19 веке, вот поэтому температура воды не поднимается выше 23 градусов, но очень долго держится зимой, вот сейчас температура воды 13 градусов, то есть как бы такое купание, вот на сейчас очень много сделали рекламу на немецком рынке, очень много немцев, которых я вижу сейчас купающихся в океане, я пока еще, так сказать, океан 15 градусов, я пока еще не, так сказать, так как много городов на берегу океана, естественно, центры таласторопии, то есть это лечение морской водой, морскими водорослями, морскими грязями, и по закону таласторопии, по нормам таласторопии, они забирают напрямую воду из океана, фильтруют ее и потом делают процедуры с этой водой, то естественно, в каждом городе есть центры таласторопии, это альтернатива, когда туристы приезжают не в купальный сезон, то есть в зимние месяцы или весной, когда не очень хорошая погода. То есть есть центры в Биорице, их несколько центров, есть два центра в Талас-Терапии в Биорице, есть центр Талас-Терапии в Англет вместе рядом с отелем, есть центр Талас-Терапии в Сан-Жан-де-Люзе, есть центр Талас-Терапии в городе Андай. То есть это может быть альтернатива туристам, тем, кто хочет в какой-то степени поправить свое здоровье, подлечить нервы, похудеть, потому что очень часто центры Талас-Терапии предлагают программу похудения с полным пансионом, когда вы едите много-много-много и совсем не поправляетесь. То есть это тоже был очень момент, был очень модный, и реально туристы по 5 килограмм за неделю, так сказать, теряли. Вот, что касается Талас-Терапии. Что касается экскурсионной программы, у нас, если туристы располагаются, живут в городе Биорице, это ближайший, самый старый город от Биорица, потому что Биорица относительно, так сказать, город 19 века. До 19 века было всего 200 домов, это была маленькая деревня. То есть ближайший большой город, это город Баюна, где находится большой кафедральный собор, Нотр-Дам-де-Байон, где находятся музеи у нас. Изобразительных искусств он закрыт, но должен открыться с неплохой коллекцией. Музей, посвященный истории страны басков. Город Сан-Жан-Пьедо-Пор, который находится на путях паломничества к Цветому Якову Компостельскому, это в Галисии, на территории Испании. Очень красивый такой город. Баские деревни. Внизу вот я вам, фасады, так сказать, украшенные перцем. Эспюлет, это единственная, так сказать, специя во Франции, которая запатентовала свое название. Ну, в общем, я хочу сказать, я в экскурсионную программу особенно не буду, так сказать, удаляться. Хочу сказать, что в тот момент, когда туристы находятся здесь, приезжают, если они на купание, то есть возможность уехать на экскурсию на два часа, на четыре, но если, конечно, они хотят, то, так сказать, экскурсия, возможно, и на целый день. То есть, ближе, как сказать, на целый день экскурсии, это Бордо, то есть это от Биорица 200 километров и в пути где-то два с половиной часа. Достаточно сложно, потому что два с половиной часа в одну сторону, два с половиной часа в другую сторону, в общем, туристов. Не все это любят, но если очень желают, то возможно. Соответственно, в Сан-Темильон, Аркашон, если кто любит устрицы, или в город Лорд, это католический город, который очень известен во Франции, который занимает третий по посещаемости город во Франции после Парижа, Ниццы, это Лорд, потому что это святое место для католиков, там было явление Божьей Матери 17 раз в 19 веке, там бьют источники целительные, которые помогают выздороветь, так что, как бы, туристов, есть туристы, которые спрашивают туда экскурсии. Это мы с вами, так сказать, когда я говорю Бордо, Сан-Темильон, Аркашон, Лорд, это мы на территории Франции, и город По, город с замком, где родился Генрих IV, там, так сказать, мы рассказываем историю Генриха IV, все, как я, ну, по немножко поближе, 125 километров, так экскурсии с достаточно длительным переездом, то есть около двух часов и больше. Либо можно уехать, так сказать, и посмотреть какие-то, посетить, посетить винное хозяйство. У нас здесь есть наши виноградники, наши ирульги, виноградники страны Басков, они небольшие виноградники, они самые большие виноградники в стране Басков, как мы здесь шутим, и самые маленькие на территории Франции, но, тем не менее, можно посмотреть производство вина, можно посмотреть музеи, вот красивые фотографии с садом во французском стиле, это музей Идмона Растана, автора Сиранода Бержерака, там мы рассказываем историю Сиранода Бержерака, и баский музей, который рассказывает об истории страны Басков, со стороны, так сказать, французских басков и испанских. Можно посетить и нужно посетить город Сан-Себастьян, самый известный, так сказать, со стороны Испании, это город, курортный город, который получает свое развитие тоже в 19 веке, становится резиденцией, летней резиденцией там испанских королей расположены, Сан-Себастьян, отбиориста в 54 километрах, то есть это 45 минут езды на машине. Бильбао, как я и сказала про аэропорт Бильбао, Бильбао 145 километров и 2 часа, туристы любят Бильбао, особенно те, кто увлекается современным искусством, и посещение музея современного искусства, музея Гугенхайма, который сейчас все более и более популярно, когда я начинала работать, было мало туристов, которые спрашивали. То есть Испания, получается, путешествие, так сказать, со стороны Испании в сторону Испании немного ближе, чем во Францию. И, естественно, города Памплоне и Витория-Гастейц, два города. Памплоне – это столица Навары, региона Навары, княжество Навары, это 120 километров от Биорицы, с праздником Памплоне. И город Витория-Гастейц, который тоже на таком же расстоянии, является столицей испанского региона, страна Баск. То есть два таких тоже экскурсионных программы, достаточно широкие представления. И, соответственно, все виды спорта, возможно, связанные с водой, сейчас, естественно, серфинг, Пиорицы – это первый город в Европе, где вообще начали заниматься серфингом, у нас очень сильные школы серфингистов, скайтсерф, в общем-то, различные варианты, все, что связано, парусные виды спорта, все это возможно. Очень много гольф-полей, потому что исторически Атлантическое побережье Биорицы любили не только русские, но и англичане. Эдуарда VII вообще мы здесь звали, местные жители звали королем не Англии, а королем Биорицы. Столько времени он проводил в Биорице, поэтому гольф, так сказать, здесь. И таласотерапия, я сказала, и недалеко, если мы отъезжаем в сторону гор, есть термальные источники. То есть, возможно, тоже, так сказать, полечиться на термальных источниках. Вот вкратце, пожалуй, и все. Я не знаю, есть ли вопросы, может быть, какие-то у Ани у тебя. Потому что я... Мне очень понравилась презентация, она совершенно такая, знаешь, конкретная по делу. И, мне кажется, очень понятная раскладка того, что можно увидеть в Кайтании. В силу того, что я была на побережье, благодаря тебе, и смогла познакомиться с этими объектами, безусловно, нам легко бронировать. Я приглашаю всех менеджеров касаться этой темы. И приглашаю клиентов. Посмотрите, у нас на сайте есть программы. Сейчас как раз слайд демонстрируется. Наташа, ты видишь, да? Мы со своей стороны. Да, это туры, которые у нас выбираются в онлайне. И предлагаем им Санжан-де-Люс, прекрасный. Насколько это возможно. При любом случае пытаемся рассказать об этом направлении. Но в любом случае, всем, всех, кто нас слушает, нужно, так сказать, задавать вопросы, не стесняться. Задача наша, чтобы клиенты улетели довольными отсюда. Поэтому, если мы можем где-то так... Я не буду повторяться о том, что, естественно, у нас, так сказать, у нас самое большое количество мишленовских ресторанов, как со стороны испанской, и так со стороны французской. То есть, как бы, вот это... Ну, как бы, гастрономия, это такой вопрос, который даже, как бы, я не поднимаю, потому что это, ну, вещи такие, так сказать, известные, очевидные. Но нужно не стесняться, нужно обращаться, и нужно четко понимать, что хотят туристы. То есть, да. Поэтому, как бы, с детьми, без детей, хотят ли заниматься водными видами спорта, хотят ли погружения, так сказать, хотят ли увидеть... Ну, как бы, у всех разные цели и задачи. Кто-то на байдарках хочет по горным речкам спускаться, ну, то есть... Ну, то есть, правильно снимать потребности у людей. Мы всегда говорим, что это одна из составляющих важных моментов, чтобы заказ состоялся. Правильный разговор с клиентом и определение того, что ему нужно, чтобы понять, в какое место, в какой регион ему порекомендовать отправиться. Ну, я хочу поблагодарить, Наташа, за подключение. И у нас впереди еще очень интересные рассказы спикера. Все. Если вопросов, я так понимаю, что нет, потому что я в чате не вижу вопросов. Нет, пока. Но если будут, я обязательно к тебе с ними обращусь. Все. Спасибо большое. Всем удачи, хорошего дня. Надеюсь, что в этот сезон будет всем удачного сезона. Спасибо. Все было хорошо. Здесь, в Провансе или на Корсике, не знаю уже. И тебе тоже. Не знаю, но чтобы, так сказать, все получали удовольствие от сезона. Хорошо. Итак, мы продолжаем наш вебинар. У нас очень интересная тема впереди. Это «Остров Корсика». И я предоставляю слово своей коллеге Светлане Вороновой. Но не отключайтесь после Корсики, потому что еще будет чудесная видеопрезентация о Марселе. Если не сейчас, да, то потом из-за пяти возможности это посмотреть на ПАГ-эксперт. Но сейчас слово Светлане. Добрый день, дорогие коллеги. Рада всех виртуально видеть, слышать. Я Светлана Воронова. Я ведущий менеджер направления Франции в компании ПАГ-Групп. И сегодня с удовольствием презентую вам «Остров Корсику». Мы занимаемся этим направлением уже не первый год. У нас была небольшая пауза в связи с пандемийными годами. Но, тем не менее, мы продолжаем предлагать это направление. Мы любим его. И с удовольствием сейчас я коротко остановлюсь на отельной базе острова и затем передам слово своей коллеге, которая находится прямо на острове. Она ознакомит вас более подробно с традициями, с историей, с тем, что можно посмотреть на Корсике, где можно вкусно поесть, и вообще, чем привлекательна Корсика для туриста. Корсика – остров четвёртый по величине остров Франции. Он омывается Лигурийским и Средиземным морем. Добраться туда можно и из Италии, и из Франции. Остров – прекрасное место для отдыха, и сами французы очень любят там проводить летние свои отпуска. Корсика – это особая такая страна, я бы даже сказала, потому что корсиканцы, они не считают себя ни французами, ни итальянцами, они корсиканцы. Это особая такая карта людей, которые обожают свой остров, они его очень любят, они его очень ценят и очень заботятся о его природе. Поэтому, когда вы приезжаете сюда, вы видите абсолютно девственную природу, чистейшее море с великолепными пляжами, с красными скалами, и все отели, они очень органично вписаны в ландшафт, они очень небольшого размера. На Корсике нет больших многоэтажных таких резортов. Это небольшие семейные отели, которые как жилые дома, скорее, выглядят корсиканцев, нежели какие-то крупные резорты. Здесь великолепные пляжи, они не такие большие, мы будем сравнивать, например, с Мальдивами, но, тем не менее, пляжи там великолепные, особенно в районе Порта Веккио. Я вам сейчас покажу, где это. Вот здесь, вот в этом районе Порта Веккио, находятся знаменитые пляжи Паломбаджо и Санта-Джулия. Паломбаджо, например, в длину целых 2 километра, это немало. Вот, великолепный белый песок, окамеленные вековыми деревьями. И на этих пляжах есть полностью оборудованные места, где можно заниматься водными видами спорта, то есть это и винсерфинг, это и катание на водных мотоциклах, и на водных лыжах, и так далее. И кроме того, поскольку там не очень такой резкий вход в воду, довольно пологий вход, прекрасное место для отдыха с детьми. Остров Корсика имеет вот такую вот форму, мы как бы вытянуты, мы не будем говорить сегодня о севере, хотя там тоже есть города, в которых есть курорты с великолепными отелями, местечко в Кальве. Далее у нас Аяча, это столица Корсики, и самый ее знаменитый житель это Наполеон Бонапарт, и все практически в Аячу посвящено его памяти, его имени. Далее это Проприана, там тоже большое количество, относительно большое количество отелей, Бонифачо и Портавекио. Как добраться до Корсики? Прямых перелетов на Корсику нет, и в принципе не было и до пандемии, не только в нынешней ситуации. Лететь туда всегда с пересадкой, раньше это было через Париж, через Ниццу, но путь такой предстоит не простой и не близкий, но тем не менее оно того стоит, чтобы туда добраться. Четыре аэропорта на острове, Бастия, Аяча, Портавекио и Фигари, и плюс к тому вы можете добраться до острова на пароме. Паромы ходят практически ежедневно из Ниццы Марселя или Тулона, и можно добраться также с материковой части Италии и с острова Сардиния. И переходим к отелям. Отель Маринка. Это отель, который расположен в местечке, в небольшом городке Альмета. Это такой, как бы, соседний городок с более крупным городом Проприана. Вот. Отель достаточно большой, он в очень красивом месте расположен, на небольшой возвышенности, и до пляжа нужно спуститься вот здесь вот такие небольшие ступенечки, лесенка, и вот такой великолепный пляж с белым песком. Из окон открываются прекраснейшие виды на залив Валинку. Отель достаточно большой, по корсиканским меркам, там 54 номера. Как я уже говорила, отели все на Корсике достаточно небольшие, за исключением может быть отель Асофитель, который находится в Альяче, там почти 100 номеров, но это, скорее, исключение из правил. Номера выполнены в таких светлых тонах, все очень пронизано светом, солнцем, все очень такое светлое, радуется глаз, все окна панорамные, с тем, чтобы у вас из всех мест, где вы находитесь в отеле, открывался великолепный вид на море. И, кроме того, есть вилла с четырьмя спальнями, об этом скажу отдельно, потому что практически в каждом отеле, помимо отельных номеров, есть небольшие виллы, расположенные на территории отеля, и таким образом обеспечивается некая приватность для отдыхающих на вилле, но в то же время гости могут пользоваться всей инфраструктурой отеля. А инфраструктура у Маринки достаточно большая, то есть там и спа-центр, который работает с косметикой Clorance, и четыре бассейна, и хамам, сауна, фитнес, тоже в таком зале с панорамными окнами. То есть для проведения досуга здесь созданы все условия. И, кроме того, есть еще и несколько ресторанов, которые расположены на открытых террасах. Гастрономический ресторан La Verrier. С 22-го года там работает новый шеф-повар, который обладает одной звездой Мишлен, и сейчас он очень старается, чтобы и ресторан отеля «Малинка» тоже получил звезду Мишлен. И пляжный ресторан «Ля Пейот», он расположен на берегу, и в 23-м году там была проведена полная реконструкция, так что сейчас туристов ждут новые интерьеры пляжного ресторана. У отеля «Малинка», точнее у хозяев отеля «Малинка» есть второй еще отель, называется он «Остеридиуму Лямбез Оливье», «Оливковая мельница» в переводе означает. Отель небольшой, он гораздо меньше «Малинки», там всего 10 номеров, из которых 6 сьютов, то есть это еще более лакшери размещение, более приватное. Тоже есть отдельный домик для гостей, которые хотели бы немножко в уединении себя почувствовать. Он чуть повыше, чем «Малинка», и между этими двумя отелями ходит бесплатный шаттл. То есть гости могут посещать один и второй отель в течение дня шаттл ходит бесплатно. И туристы этого отеля могут спуститься на пляж отеля «Малинка» и с удовольствием воспользоваться его четырьмя бассейнами, в том числе и открытым, и закрытым. Вообще, по праву, этот отель считается одним из лучших, одним из красивейших отелей в Курсике, хотя я при подготовке вебинара так освежила в память, я посмотрела все отели, но там картинки, фотографии, они просто завораживают. И сказать, какой отель красивее, я, например, не взялась бы, потому что мне нравятся все отели. Правда, они реально изумительные абсолютно. Ну и тем не менее, при том, что всего 10 номеров в отеле, да, полноценный спа-центр со своим небольшим бассейном, с хамамом, сауна отделана стенами из гималайской соли. То есть, в принципе, можно из этого отеля и не выезжать, все там есть свое. И новинка этого года, в 24-м году открывается новый ресторан «Лежавдан Дюмулян» под открытым небом, вот так, с таким великолепным освещением, с прекрасной кухней, ждет своих гостей. Ну и переходим мы к городу, хотел сказать городок, но это не городок, это город Порто-Веккио, город старинный, который берет свое начало в 16-м веке. Там сохранились бастионы, там сохранились крепостные стены. И отели, это как раз тот регион, я говорила выше, где расположены, находятся самые знаменитые, красивые пляжи, признанные лучшими пляжами, признанными ЮНЕСКО. Но я думаю, что по экскурсионной программе моя коллега Елена Рубер расскажет чуть попозже. А я все-таки остановлюсь на тех отелях, которые мы здесь предлагаем, потому что отели здесь действительно прекрасные. Ну, начну я с отеля «Дон Цезар», отель «Пять звезд». Он, ну, вот на каждом слайде вы видите расстояние до аэропорта, можно добираться от любого аэропорта. Ну, удобнее в данном случае до «Фигари». И хочу остановиться еще на одном моменте. Конечно, когда ваши гости прилетают в аэропорт, желательно заказывать им такси заранее, потому что все-таки трансфер заранее, потому что наши водители, с которыми мы работаем, они прекрасно знают дорогу, они постараются сделать так, чтобы гости не укачало, чтобы они хорошо доехали, потому что дороги там узкие, серпантинные, и, в общем, 45 минут провести в комфорте на нашем трансфере – это тоже дорогого стоит. Отель не очень маленький, 39 номеров, все номера с видом на море и террасой. Обратите внимание, что здесь тоже панорамные окна, с тем, чтобы вы могли любоваться природой круглосуточно. Здесь паркетные полы, не ковролин, как это бывает, не камень. Большие номера, первая категория «Сюпериор» начинается от 40 квадратных метров. Ну, понятно, я не буду повторяться в светлых тонах, с использованием натуральных тканей, натурального дерева. Великолепный спа-центр, крытый бассейн, хамам-фитнес. Спа работает на очень известной французской косметике «Нюкс». И большой есть открытый бассейн, еще с видом на море. У отеля собственный пляж с бесплатными лежаками. И большая гордость отеля. При нем работает ресторан, гастрономический, называется «Дюю». Дон Цезарь, который имеет одну звезду «Мишлен». Вообще, хозяева этого отеля, они долгие годы провели на Лазурном берегу, работали в отелях на Антибах. И в 2003 году они приобрели этот отель. С 2008 года началась реконструкция. Сам владелец отеля занимался строительством, проектированием этого отеля, дизайном и всем внутренним убранством занималась его супруга. И вот с 2012 года отель уже принимает гостей и является одним из таких самых известных отелей Порта Векки. Следующий отель, которым хочу рассказать, «Гранд-отель Калороса». Это отель, который принадлежит цепочке «Релей-Шато». Отель поистине прекрасен. Даже верхняя картинка, если вы посмотрите, это огромный парк, это вековые сосны. Отель расположен на самом берегу моря. Он недавно тоже был реконструирован. И весь он сделан в таких терракотовых светлых тонах, тоже с паркетными полами, с большим, с использованием камня, дерева, с использованием антикварных всевозможных деталей. В отеле 39 номеров и сьютов. И мне очень хотелось бы обратить ваше внимание вот на такой номер, который находится на таких сваях. Называется он «Номер на дереве». С виду выглядит как такая избушка на курьих ножках. На самом деле эти номера пользуются большой популярностью, потому что таких, наверное, больше нигде нет. С виду они очень небольшие, но внутри они очень просторные, они полностью оснащены всем необходимым, естественно, с огромными, опять-таки, окнами, с видом на море, со своей террасой. И такие номера, конечно, если туристы хотят вот так необычно провести свой отпуск в таком номере, нужно, конечно, бронировать заранее. Большой спа-центр, подогреваемый бассейн, сауна, хамам, собственный огород, чем тоже отель страшно гордиться, потому что он имеет возможность каждое утро подавать своим гостям свежую зелень, свежие овощи, выращенные на своем огороде, экологически чистые. И, конечно, это тоже просто прекрасно. Вот у этого отеля свой пляж с бесплатными лежаками, несколько ресторанов с такой итальянской большенаправленностью, об этом говорит и название итальянское, да, Ля Пинедо, Панзаротти и Пиотини. И рестораны еще хотела бы сказать, что отели Корсики, они в основном расположены все те, которые прибрежные, да, на берегу, и между отелем и морем, пляжем нет никакой дороги, то есть это прямой выход на пляж. И про свои рестораны они говорят «les pieds dans l'eau», то есть ноги в воде, да, если дословно переводить. То есть рестораны расположены настолько близко к воде, что вот эти ужины при свечах, при закате, под шум прибоя, конечно, это великолепная романтическая атмосфера, рестораны очень популярные, не только для гостей отелей, но и приезжают просто люди, которые хотят вкусно поесть, провести прекрасное время в прекрасном месте. Следующий отель у нас будет «Caza del Mar». Это отель, который входит в сеть лидинговых отелей. Отель тоже расположен на самом берегу моря, прекрасно вписан в ландшафт. Вы, наверное, тоже обратили внимание, да, что они все очень невысокие, они очень маленькие, то есть там один, два, буквально три этажа – это уже максимум. Отель, у которого, к сожалению, или, может быть, не к сожалению, у него нет собственного пляжа, и они… Отель даже об этом говорит, да, он не называет это пляж, он называет это «Солярия с лежаками», вот вы можете здесь видеть. Это такой понтон, сделанный с бесплатными лежаками под зонтиками, и чуть-чуть спуститься, там есть вход в воду, очень такой прям совсем небольшой пляж, вот, но тем не менее он есть. Я потом скажу, куда можно съездить уже на пляж. Всего 31 номер, и есть вилла, большая вилла с четырьмя спальнями, и здесь дизайнер таким образом построил отель и сделал такую конфигурацию номеров, что все номера, помимо панорамных окон, у них еще и кровати расположены таким образом, что они стоят лицом к окну. То есть вы, просыпаясь, видите великолепный пейзаж за окном, вы засыпая, видите этот вечерний пейзаж и заход солнца. То есть вот из каждого номера вы можете круглосуточно практически любоваться корсиканской природой. В отеле полный набор услуг сауна «Хаман», есть свой подогреваемый бассейн, есть вот бассейн «Инфинити» с великолепным видом на море, и есть собственный причал для лодок. Почему говорю об этом, так делаю на этом акцент, потому что от этого отеля несколько раз в день довольно часто ходит бесплатная лодка, которая отвозит вас в отель, который называется «Ля пляж Каза-дель-Мар». Вот у него уже есть полноценный свой собственный пляж, и бесплатная лодка довезет вас до пляжа с тем, чтобы вы могли там позагорать, если вы не хотите поехать на один из знаменитых пляжей Порто-Векио, о котором я говорила раньше, по Ломбаджи или Санта-Джулия. Ну и хочу еще сделать небольшой акцент на том, что в этом отеле есть ресторан, отмеченный двумя звездами «Мишлен». У него нет названия, он просто ресторан отеля «Каза-дель-Мар». Ресторан небольшой, бронировать места в нем надо заранее, потому что, естественно, что в него много желающих попасть, не только тех, кто живет в этом отеле, но и приезжают из разных мест с тем, чтобы посетить такой знаменательный ресторан. И плюс есть еще гриль-ресторан с видом на море, опять же, который называется у нас «Ле Пьедан-Ле», «Ноги в воде». Так, ну и следующий наш завершающий, наверное, будет уже отель, называется «Ла Пляж Каза-дель-Мар». Это второй отель, принадлежащий вот этой небольшой цепочке Каза-дель-Мар. Он более такого, наверное, более высокого уровня. У него всего 19 номеров. Опять же, все номера с видом на море террасами с панорамными окнами в светлых таких солнечных таких цветах оформлены с большим количеством натурального текстиля, камня, дерева. И посмотрите, даже вот эти корпуса, они сделаны из сухого корсиканского камня, который очень популярен при строительстве зданий на Корсике. Отель был полностью реновирован во время пандемии в 2021 году, так что он абсолютно новый и свежий. У него собственный пляж с белым песком, с бесплатными вот такими лежаками, свой брилли-ресторан и бар с террасой. Ну, на этом я бы хотела завершить свою презентацию. Надеюсь, что она была вам полезна. Если есть какие-то вопросы, мы всегда рады вам на них ответить. Корсика тоже летние направления или есть круглогодичные отели? Ну, в большинстве своем, конечно, это летние направления, потому что люди все-таки хотят приехать и купаться. Хотя есть отели, которые работают круглогодично, а учитывая, что все они с бассейнами, со спа-центрами, то вполне можно провести время и не окунаясь в море, а просто любуясь красотами Корсики, которые, конечно, доступны круглый год. Я с удовольствием передаю слово своей коллеге Елене Роге, которая включение у нас в Корсике. Она расскажет вам о возможностях Корсики для туристов. И прощаюсь с вами, надеюсь, что мы с вами еще будем неоднократно видеться и ждуем ваши заявки, запросы на Корсику. Всего хорошего, до свидания. Россия в таком же состоянии. Живу я на острове уже давно, 20 лет, и 14 из них я работаю гидом по всему острову, так как остров у нас как бы небольшой, но измеряем расстояние мы не километрами, а часами, из-за того, что у нас очень много горных дорог. Вот поэтому вот таким образом. Конечно, вот Светлане спасибо большое за объяснение, что корсиканцы очень любят свой остров, обожают его, но его очень любят и континентальные французы. Это излюбленное место отдыха французов. И они обожают его или мечтают хотя бы один раз сюда приехать. Сейчас я вам включу видео немножечко, буду делать небольшие паузы. Вот, это город Бастия, столица северного департамента острова Корсика. Отсюда обычно мы начинаем, из этого городка, начинаем туры по острову. Либо базируемся здесь, если это групповые туры, либо мы проводим небольшую экскурсию по городу и едем дальше. Этот город мы называем городом Барокко, в связи с тем, что здесь очень много таких церквей. Этого плана... Сейчас секундочку паузу нажму. И он управлял всеми епархиями всего острова. Экономическая столица и культурная столица. Обычно вот мы едем либо на Капкорс, сейчас фотографию покажу вам, либо едем в городок Кальви. Сейчас мы начинаем смотреть в городок Аячо. Обычно в городе Аячо мы заканчиваем туры по Корсике в этом городе, либо начинаем в нем и заканчиваем в городе Басти. Но все зависит от пожеланий людей, от возможности прилета и все прочее. Это южная столица второго департамента. У нас две столицы, да? И, естественно, он известен тем, что здесь родился Наполеон Бонапарт. Значит, что входит в посещение этого города? Самый большой город Корсики, да? 85 тысяч населения. Мы проходим по вот такому рыночку, где можно попробовать копчености, сыры. Я покажу вам. Есть небольшие фотографии. И, естественно, вот посещение музея, дома-музея Наполеона Бонапарта входит в эту экскурсию. Она длится примерно 3 часа, около 3 часов. И дальше мы посещаем огромное количество памятников, посвященных опять-таки Наполеону Бонапарту. И второй музей изобразительного искусства дяди Наполеона Феш, кардинала Феш, очень известен во всей Франции. Он стоит на втором месте по значимости. Картин здесь и Пуссен, и Боттичелли, и Тицианы, и Веронеза. Но обычно я советую посетить один из двух музеев, чтобы не утомлять гостей нашего острова. И вот посещение галереи Наполеоновской входит в посещение этого музея. Здесь небольшой пляж, прямо пригородской. Хочу вам сказать, что пригородских пляжей у нас очень мало в городе Кальве и в городе Аячи. Остальные пляжи в Порту Веке, что вы видели, красивые. Спасибо Светлане, уже показала тоже нам. Они находятся на выезде или вот при отелях. Это вот на памятнике многочисленные, да, посвященные Наполеону Бонапарту. Самый значимый памятник на 15-метровой высоте находится. И отсюда из Аячи хотела обратить внимание, если базироваться будут клиенты, наши гости именно в этом городе, мы можем совершать поездки непродолжительные, либо продолжительные по желанию в Каланкомпиано. Мы сейчас их увидим. Или на родину Сан-Пьерро Корсо. Такой вот у нас еще есть герой Сан-Пьерро Корсо. Деревушку, красивейшая горная деревня острова. Здесь гастион, обычно закрытый для посещения. И вот паромы. Паромы можно забираться на остров из Марселя и Тулуна, как говорила Светлана, да, в Аячи. И обычно всегда мы посещаем, если она открыта, смотря в какое время, это катедраль, собор, где был крещен Наполеон Бонапарт в трехлетнем возрасте. Можем проехаться на паровозике к таким кровавым, так называемым, кровавым островам из-за цвета цветов. Он так называется. Подняться к башне. Очень красивый закат здесь. И небольшую паузу сделала на Капкос. Это Корсиканский мыс. Экскурсию мы проводим, начинаем из города Бастии по Капкос. Продолжительность около пяти часов. Такая длинная экскурсия, да, с многочисленными остановками. Почему? Потому что здесь сплошной серпантин. То есть нужно это знать обязательно. Очень красивые места, многочисленные деревушки. Да, мы часто останавливаемся. Здесь есть тоже такая деревня Нонза, очень красивая, которая занятина в список самых красивых деревень Франции. Вот Наталья рассказывала, да, таких деревень. И мы видим там черный пляж вдалеке, такой базальтовый пляж, тоже красивые такие вот места, где можно остановиться на купание. Совершенно морские ванны. И вот эти деревушки, небольшие деревушки города Кальви. Город Кальви мы разбиваем на две части. Значит, мы проходим экскурсию по цитадели. Этот городок генуэзский, да, про генуэзский, как мы можем назвать, потому что жители этого городка считали себя именно генуэзскими. Попросили помощи у генуэз, которая правила здесь в течение пяти веков на Корсике. И посещаем деревни, красивейшие деревушки восьмого века, вот деревня Пиня и деревня Сан-Антонина. И следующая поездка у нас идет в Каланке-де-Пьяно. Значит, это очень живописная дорога, уже видите, да, эти рыжие скалы, между ними мы проезжаем, останавливаемся, проходим, где-то полчаса проходит вот эта небольшая прогулка. По дороге останавливаемся мы возле дворца, правда он был разрушенный, Пьера Бонапарта под кличкой Черный принц. Это один из восьмерых детей Люсиена Бонапарта, брата Наполеона. И затем мы останавливаемся в биосферном заповеднике. Очень красивые места, я не смогла это все сделать, времени совсем мало было, возле реки Фанга. Потрясающая красота, она у нас везде потрясающая. Не удивитесь, когда приедете, поверьте мне. И въезжая вот в этот заповедник, у нас опять еще один заповедник, есть очень много заповедников, у людей просто захватывает дух, вот от этих красок, величия скал, похожих на фьорды. И очень интересная поездка, морская организую я на маленькой, менее такой яхте. Вот эти скалы, видите, красивейшие. И мы проходим во всякие гроты, в которые в эти гроты не могут зайти большие яхты. Вот я организую небольшие ланчи с корсиканскими продуктами. Там я работаю с корсиканцем, который очень тщательно подходит к этому, внимательно относится к моим запросам. и это очень нравится людям. Можно здесь отведать лангустов. Лангустов вылавливают, кстати, лангустов с 1 марта по 30 сентября, то есть весь сезон. Можно попробовать в этих местах свежевылодных лангустов. И сделала паузу на городке Карте. Это маленький городок, он находится в самом центре острова Корсика. Как говорят корсиканцы, настоящий корсиканец должен жить только в центре острова. Он был столицей в 18 веке. И здесь правил великий герой острова Паскаль Паули. Вот мы видим с вами дворец вице-короля острова Венчантеля де Истрия, который был разрушен генуайцами в 15 веке. Сюда мы заезжаем на часик, гуляем по цитадели. Я показываю здание, где жил и правил, почитаем всеми корсиканцами. Баби Диапатрия Аскаль Паули. И гости увидят здание, где жил молодой отец с мамой будущего Наполеона Бонапарта. Он был здесь зачат, в этом городке. А родился он в городе Алячо, как вы знаете. И затем мы едем к корсиканцу Ксавье. Очень хороший человек. У него такая небольшая таверна. Все готовит он сам. Очень вкусно. В небольшом монастыре находится эта таверна. Всем очень нравится это место. Кстати, хотела сказать, что Елена Чекалова, может быть, знаете ее, супруга Ленина Парфенова. Она выпускала очень много книг по кухне. Была в восторге от этой кухни, в этой таверне. И переходим в регион. Это уже моя стезя. Я живу в этом регионе. Регион Порто-Векио и, как говорится, Мансорисор Гато, то есть вишенка на торте. Это вот эти два региона. Порто-Векио и Бонифачо. Самые престижные, самые красивые места, самые красивые пляжи, как вам уже Светлана говорила, находятся именно здесь. Вот эти иглы, бавеллы, такие как иголочки. Видите эти горы? Очень интересный поход вот в эти места. Можно совершить треки. Это испытать себя на каньюнинге из трех этапов. Видите, какая красивейшая вода. И люди очень любят. Мы делаем индивидуальные прямо походы такие с отдельным гидом по этим местам. Люди, которые любят вот такой экстрим, им очень это нравится. И вот видим с вами небольшой совсем городок Порто-Векио. В нем живет всего 15 тысяч человек. Он третье место занимает по численности населения на Курсике. Самый большой город Аячио. 85 аж тысяч населения у нас. А в Порто-Векио совсем небольшой городок. Но вот благодаря пляжам самым красивым здесь расположены самые лучшие отели, виллы, рестораны с мишленами. Вы уже послушали, просмотрели это. И вот цитадель городка проходим. Я организовываю здесь экскурсии ночные. Вот пляж Паломбаджо, очень красивый. Санта-Джулия. Семейный такой пляж, он очень пологий такой вход. И вот церквушка. И я организовываю здесь ночные, очень интересные ночные экскурсии с посещением бутика красных кораллов. Рассказываем о кораллах, каким образом они добывались еще в средние века. И таким образом они перешли из лекарственных средств в украшения. И затем посещаем бар корсиканской музыки. Корсиканцы, у них очень красивые голоса. И в этом баре подобраны самые лучшие песни. Огромный успех у этой ночной экскурсии. И я еще добавила поездку из Портовекио. Программу я высылала. Анна вам потом расскажет. Очень много программ с выездом из Портовекио. Поездку, экскурсию с посещением дистиллерии. Вот моя знакомая Марина с мужем корсиканцем построили такой заводик, где они вырабатывают знаменитое корсиканское масло из бессмертника корсиканского. И также организован вип-мастера классы по выработке мыла и сыворотки. Тоже все биопродукция. Много очень поездок на гападроциклах устраиваем, на джипах. Все в окрестностях этого региона. И пляжи. опять-таки видите, пляж Рандинара, пляжи Палумбаджа мы видим со всех сторон, чистейшее море, заводов на корсике практически нет, поэтому воздух здесь великолепный, всегда ветерок, бриз, и вот небольшая пауза. Это, естественно, самая интереснейшая экскурсия в городок Бонифачо. находится он в 25 километрах всего от Порто-Векио, от Аячо, он находится в 2,5 часах езды. Ну, желающие всегда посетить этот городок есть и будут всегда. И хотела вот сказать об этом городке, который я называю музеем под открытым небом. сюда стекаются тысячи туристов. Здесь проживает всего 3000 человек, а в цитадели самой, которую мы видим, проживает всего 850 человек. Такой маленький городок, но около 3 миллионов туристов в год посещают этот городок, который находится на белых, видите, таких меловых скалах, прямо свисают домики над скалами, и морская прогулка конечно оставляет неизгладимое впечатление на туристов, на гостей острова. У меня тут есть очень хороший семейный ресторанчик, две сестры его держат, очень вкусная кухня, всегда все довольны, вот тоже свежие лангусты, кухня среди немноморская, вот небольшая показываю вам цитадель городка, где мы прогуливаемся и видим огромное эту красоту острова, и вот самая интереснейшая конечно поездка, это поездка на полет, на вертолете, мы видим сверху этот красивый полуостровок, на полуостровке находится Бунифачо, эти белые пляжи вокруг Бунифачо, красивейшие, и интересная поездка тоже из Бунифачо в клуб Спирону, это гольф-клуб, можно поиграть в гольф, организовываю поездки такие, огромное скопление здесь вилл интересных, это ночной видно на Бунифачо, и поездка на островок, мы тоже Бунифачо смотрим, на островок Кавалла, это вот маленький островок тоже песчинка, вот мы видим с вами Спироны, и вот это маленький островок миллиардеров, как мы его называем, островок Кавалла, куда можно приехать просто на обед, либо остановиться здесь в отеле, либо просто вот красивейший, шикарный вид, не люблю это слово, но вот красивейший вид на эти валуны белые, и вот остановочку сделаю на деликатесах острова Корсика, вот перед вами копчености острова, очень вкусные колбасы, самые вкусные вяльности и колбасы из свиней кормленных каштанами, вообще каштанов у нас как бы огромное количество, делают все из каштанов, и пироги, и кекс, и муалю, и мороженое, самое вкусное это пиво каштановое, сыры и копчености имеют апелляцию АОП, то есть это продукция подлинности наименования, хотела остановиться вот на этих винах очень много у нас виноделин делают вила, вина вырабатывают и красные, и белые, и розовые сейчас популярные везде, а вот этот домен Абатучи, его предки были соратниками Паскаля Паули и двух обоих Наполеонов, два вида домен Абатучи занесены в список лучших вин Франции, это единственный домен Корсики, который попал в этот список, и вот другой домен Зурия находится возле Бунифачи, здесь я организовываю тоже дегустации, так же как и домен Абатучи, новый VIP-зал открылся здесь, и еще хотела бы вкратце просто показать вам, я занимаюсь консервисом тоже, если есть, будут запросы у вас на виллы на Корсики, то обращайтесь, я могу в этом тоже вам помочь. Что хотела сказать, что я всегда советую туристам выбирать хотя бы две точки на острове, чтобы спокойно перемещаться по нему, либо люди предпочитают акцент, хотела сделать именно останавливаться в регионе Порту-Векио и делаем выезды по острову, либо делаем вот такие туры по острову и обычно 5-6 дней можно за 5-6 дней можно многое увидеть, программы я подготавливаю индивидуально для каждого клиента, в зависимости от их запросов, их пожеланий, вот и конечно мы всегда надеемся, делаем все для наших гостей, чтобы у них осталось только приятное впечатление от их пребывания на острове. Слышу, плохо вас? Я думала, уже подошла к концу презентация, нет? Да, 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 я здесь остановлюсь. Спасибо большое. Елена, бесценная информация, давайте досмотрим, да, видео. Здесь заканчивается уже просто небольшое видео, да. Хорошо. На самом деле направление, оно уникальное, мало кто рассказывает и очень хорошо, что в рамках этого вебинара у нас была возможность дать как отельную базу представить, так и экскурсионные возможности на острове. Конечно, очень для нас важно, что на месте есть человек, к которому мы можем обращаться и за консультациями и с вопросами, которые прилетают от агентств и от клиентов. Это, наверное, самое наше большое богатство. Спасибо, Елена. У меня еще есть для наших коллег, пожалуйста, пока не отключайтесь, есть еще несколько слов, вот, а сами мы прощаемся. Всего доброго, спасибо большое, всем удачи и хорошего сезона, до свидания. Спасибо, на связи. Хорошо, обязательно, спасибо, до свидания. Значит, сейчас у нас остался один неосвещенный вопрос, вы видели, в плане это экскурсии из Марселя. Буквально одна секунда, вы видите слайд, мы выставили эти экскурсии на сайте. Почему это важно? Потому что Марсель это порт, куда можно прилететь, аэропорт я имею в виду, туда приходят круизные лайнеры и, соответственно, мы предлагаем экскурсии. И замечательный партнер, гид Мария Полихова, специалист по гинам, дипломированный специалист, она сделала для нас видеопрезентацию очень интересную. Она длится 15 минут. Мы сейчас включаем ее и вы ее будете смотреть уже без меня. Мы только сейчас покажем слайд, то продолжение по юго-восточке проект, пожалуйста, 25 марта он стартует, мы приглашаем вас его обязательно посетить и прослушать. А сейчас наши экскурсии из Марселя. Не уходите, оставайтесь с нами и смотрите потом запись. До свидания. Добрый день, коллеги и партнеры. Меня зовут Мария Полихова и я лицензированный гид во Франции. Приветствую вас в Провансе. Нам выпала честь принимать гостей в этом прекрасном южном французском регионе, который интересен для посещения во всякое время года. Прованс старинная французская провинция, которая сейчас является частью региона Прованс, Альпы, Лазурный Берег. Из названия региона следует, что у нас есть и Прованс, и Южные Альпы, и знаменитый Лазурный Берег. Сегодня я расскажу вам о тонкостях планирования путешествия по Провансу. Несмотря на то, что область эта совсем небольшая, но здесь можно совершить десятки маршрутов, которые порадуют не только новичка, но и искушенного туриста. В нашем регионе два международных аэропорта Ницца и Марсель. Однако самый провансальский аэропорт это Марсель. Именно он рекомендуется для прилета, если гости намерены сосредоточить свое внимание на Провансе. Из марсельского аэропорта потребуется всего 40 минут, чтобы добраться до центра Марселя. Примерно столько же до Экса, час-полтора до Авеньона, Арле и некоторых других провансальских деревушек и городков. Также Марсельский аэропорт рекомендуется для круизных пассажиров, которые будут стартовать в круиз из Марселя или Тулона. Если же гостям неудобно прибыть в аэропорт Марселя и запланирован прилет в Ниццу, то мы предлагаем трансфер из Ниццы в Прованс. Например, трансфер до Эксон Прованса или Марселя из Ниццы займет 2-2,5 часа пути. В Авиньон или Арль такой трансфер уже менее удобен, так как время в пути составит примерно 3-3,5 часа. Где остановиться и что смотреть в Провансе? Если гости предпочитают выбрать одну локацию и уже из нее совершать ежедневные экскурсии по региону, то очень удобен в этом смысле городок Экс-Ан-Прованс. Это наша жемчужина. Старинный городок с потрясающей историей в 2200 лет. Бывшая столица Прованса, родной город Полисезанна. Кстати, он прожил здесь всю жизнь. Городок очаровательный с тенистыми платановыми аллеями, фонтанами, ежедневными рынками овощей и фруктов на площади недалеко от Ратуше. По субботам на перекрестках уличные музыканты, на тротуарах, террасы баров и ресторанов. Из Экса, как называют его коротко местные жители, можно совершать разнообразные выезды и смотреть достопримечательности региона. Например, можно поехать смотреть Марсель. Будучи шумным южным средиземноморским портом, Марсель сохранил свою аутентичность и шарм. Достаточно пройтись по рыбному рынку, заглянуть на улочки старого Марселя в квартале Ле-Панье, посетить бывшие рыбацкие бухты на побережье, где теперь выстроились особняки знати XIX века, подняться к базилике Нотр-Дам-Дуля-Гарде, чтобы полюбоваться видами и мозаиками в византийском стиле, окунуться в тишину аббатства Святого Виктора, которое вдруг взорвется звуками органов воскресения. Во всем этом очарование древнего города, история которого насчитывает 2600 лет. Марсель самый старый город во Франции. Рядом с Марселем маленький курортный Кассис. Он связан историей со своим знаменитым собратом. Однако Кассис уже с начала XX века ориентировался на туризм, взяв в оборот свои природные красоты. Здесь поистине необыкновенной красоты побережья, где уместились старинные улочки города. Кассис граничен с национальным парком Каланков Бухт. Он создан в 2012 году. Это уникальный природный заповедник между Марселем и Кассисом. Зимой парк Бухт можно посещать пешком. Это для подготовленных спортивных туристов. Летом же рекомендуется морской променад на кораблике. Кассис это еще и вино. Летние свежие молодые белые и розовые вина, которые прекрасно подойдут к летним салатам, апеллитивам и морепродуктам. Также замечательно посетить Авеньон. Это уникальный старинный город в Провансе, единственный в мире, где папы римские пребывали так долго, целых 70 лет. Экскурсия в Авеньоне это погружение это погружение в Средневековье и рассказ о периоде, когда папы перебрались в прованский городок Нароне. Это истории из жизни папского двора, а также история строительства дворца. Дворец можно посетить во время экскурсии и пройтись по его лабиринтам залов и комнат, рассматривая остатки фресок этого грандиозного сооружения. Рядом с Авеньоном городок виноделов Шатунёк Дюпап. Любители вин уже знакомы с этим названием, так как это знаменитые в основном красные вина, способные стареть и про которые поэтично говорят. Они цвета кардинальской мантии и выхоленные папами. Говорят, что в этом городке проще найти бокал вина, чтобы потерять голову и почти невозможно отыскать чашку кофе, чтобы обрести разум. Во время экскурсии в Шатунёк Дюпап рекомендуется посещение одного из винных шато, где вам покажут винные подвалы и во время дегустации помогут постичь суть этих легендарных вин. Очень интересна экскурсия в Арле, город античного наследия, которое прекрасно уживается и переплетается с памятниками Средневековья и даже современностью. Величественный римский амфитеатр, остатки театра, термы Константина, криптопортики позволяют нам понять и прикоснуться к культуре и обустройству римских городов. Кроме того, в Арле провел целых 15 месяцев Винсент Ван Гог. Именно здесь увидели свет его лучшие картины. В Провансе два города, связанные с именем Ван Гога это Арль и Сен-Ремиде Прованс. Их можно объединить в однодневный тур, пройдя по стопам Винсента Ван Гога в Провансе. В лавандовый сезон из Экса удобно ехать и на самые красивые поля лаванды на плато Валянсоль. Это удобство можно увидеть на карте. Из Авеньона или Арля совершить такой маршрут уже неудобно, так как в рамках однодневного тура получится очень утомительная дорога. Есть у нас конечно и другие поля, например в Любероне, об этом скажу после, но самыми протяженными лавандовыми полями до горизонта может похвастаться только плато Валянсоль. Эти поля на всех открытках, эти поля мечта фотографа. Из Экса или Марселя до них можно добраться всего за час за час небольшим. Поэтому поездку на лаванду в принципе можно делать даже за 4-5 часов. Главное успеть в короткий период цветения, где идеальным временем можно считать период с 25 июня по 10 июля. Только в эти даты можно дать гарантию на самое красивое цветение. Еще один очень красивый маршрут, который можно осуществить с выездом из Эксон Прованса – это Вердонское ущелье и деревушка Мустье. Это настоящая жемчужина региона. Деревушка относится к красивейшим и является столицей фаянса. Здесь по сей день работают десяток ателье, где трудятся мастера, создающие фаянс ручной работы. Посещение деревушки – это знакомство с историей этого ремесла. Деревенька находится рядом со входом в Вердонское ущелье. Именно с этой стороны самая красивая его часть. Ущелье можно открывать двумя способами в летний период по озеру Сент-Круа на Катамаране или же по верхней дороге с видами, где с бельведеров открываются потрясающие панорамы. Именно этот способ наиболее комфортный. Дорога петляет и подводит вас к балконам, с которых можно смотреть ущелье на 700 метрах высоты. Здесь на уровне ваших глаз парят орлы. Также не могу не упомянуть про современное искусство и архитектуру в Провансе. Для людей, интересующихся этой темой, тоже есть предложение. Например, архитектурный променад можно сделать в Марселе. Будучи городом, который сейчас переживает крупные изменения, Марсель стал сценой для реализации знаковых проектов известнейших архитекторов современности. Среди них Заха Хадид, Норман Фостер, Жан Нувель, Руди Ричиотти, Кенгу Кума. Также полагается вспомнить и классика архитектуры XX века легендарного Ле Курбюзье. Именно в Марселе он построил свою живую единицу. Это здание по сей день является открытым учебником по архитектуре, дизайну и эргономике и остается настольной книгой для специалистов со всего мира. Следующий маршрут, на мой взгляд, знаковый для Прованса. Это тур по провансальским деревушкам. О нем расскажу чуть подробнее. Этот маршрут можно осуществить из Экса, Авеньона, из деревушки Лебоде-Прованс, из Сен-Реми, из Марселя. В зависимости от пункта отправления формируется логичный маршрут. В Провансе в окрестностях холмов Люберон целая россыпь деревень. Большинство из них относятся к красивейшим. Это означает исключительность и особенную неповторимость. Такой тур по деревушкам я рекомендую всем, кто в Провансе впервые, поскольку это тот самый образ, который засел в голове. Это открыточные пейзажи, виды с виноградниками, холмами, долинами, садами, небольшими делянками лаванды, которые здесь тоже есть в сезон. Это тот Прованс, который мы ожидаем увидеть. Прованс из фильма «Хороший год», Прованс картинки в книге. За один день мы успеваем посетить три, максимум четыре деревушки. Некоторые деревеньки с замками. В основном это замки 15-16 веков. Есть замки, которые мы можем посетить. Другие превратились в живописные развалины. Везде своя история и своя атмосфера. В зависимости от дня недели можно попасть на провансальский рынок. Тогда это дополнительный бонус, ведь рынок в Провансе это праздник. Здесь вся продукция региона, оливковое масло, закуски на основе оливок, маринованного чеснока, артишоков, томатов, баклажан. Здесь сыры, колбасы, сладости, рынки круглогодичные, а потому можно ориентироваться на них в момент планирования экскурсий. Прекрасны следующие деревушки Горд, Руссион, Фонтен-де-Воклюз, Бонье, Минерб, Лурмаран, Кюкерон, Лорис и другие. Представленные здесь маршруты являются лишь частью Большой Политрек. Мы не упомянули Камарг. Это особенный Прованс Дельтероны с космическими пейзажами, фламинго, городками среди озер и болот, с особенной растительностью, флорой и фауной, со стадами быков и белых лошадей. Здесь мир, созданный Великой Роной. Мы не упомянули прекрасный город Ним. Именно про него Александр Дюма сказал, что «Если вам довелось видеть Ним, то вряд ли вы пожелаете вернуться в Рим». Эти слова старика Дюма намекают на исключительное наследие римского периода в Ниме. Недалеко от Нима можно посетить Гарский мост, римский акведук первого века нашей эры. Мы не рассмотрели палитру маршрутов о вине. Кроме шатуньёв дюмпап можно знакомиться с винами Люберона и лучшими шато в этих местах, а также винами из окрестностей Эксон Прованса, знаменитыми винами Бондоль и не менее прекрасными винами Альпий. Достаточно знать, что во многие маршруты на полный день можно включить посещение винных поместий. Есть знаменитые шато с уже сложившейся репутацией, а есть интересные небольшие виноделы, известные лишь в узких кругах, которые создают редкий продукт. Также есть посещение производств, например, мыловаренные фабрики Марселя, где делают по сей день знаменитое марсельское мыло на оливковом масле, или солончаки в Камарге, где получают столовую соль высочайшего качества. Ну и в заключение покажу вам наш парк автомобилей. Для передвижений на экскурсиях, а также для трансферов нашим гостям мы предлагаем автомобили Mercedes Class V, Class E, Class S. Для небольших групп туристов очень удобен минивэн Mercedes Class V. Это комфортный автомобиль для коротких и длинных поездок, а также экскурсий. Здесь можно разместить 7 человек или 6 пассажиров плюс гид плюс водитель. Все наши экскурсии проходят в сопровождении гида и водителя. На борту для клиентов зарядные устройства, Wi-Fi, вода, перье и эвиан удобных форматов, а также хлопковые освежающие салфетки с ароматом апельсиновой воды. Это знаковый аромат для Прованса. Для клиентов, которые ценят особенный комфорт в поездках и на экскурсиях, мы можем предложить автомобиль Mercedes Mercedes класс S в версии лимузин со всеми опциями, в том числе с подогревом задних сидений и вентиляцией. Это автомобиль для двух человек с небольшим количеством багажа. Наши водители все с большим опытом работы и с опытом сопровождения высокопоставленных лиц и правительственных делегаций из Европы и стран СНГ. Дресс-код для водителей обязателен. Парк наших автомобилей обновляется каждые 3-4 года.